Полным ходом идут работы по благоустройству на Большой площади. На центральной площади города красиво цветут тюльпаны. Здесь мы уже видим удобные и современные скамейки, стойки для велосипедов. В клумбах цветут весенние цветы, преображая своей красотой город. Строители начали работу по укладке гранитной плитки и строительству уникального фонтана. Реконструкция на Большой площади началась еще полтора года назад, и самый сложный процесс начался с вопроса, из чего делать покрытие. Вначале планировалось покрыть с окрашенным бетоном. Комиссия по развитию много раз приходила и решала, и все-таки решили, что по качеству это не подойдет из-за недолговечности материала, потому что со временем краска на бетоне бы поблекла. Поэтому пришли к решению, хоть и с большими затратами, но лучше по качеству это покрытие гранитом. А гранит такой материал, который может служить 30, 40 и 50 лет. Однако гранит не желательно укладывать в дождливое время. Весной в Венспольский порт доставили первые контейнеры с гранитной плиткой из Китая. Происхождение гранита из Индии, а его обработка проводилась в Китае. В целом было доставлено около 20 контейнеров с гранитным материалом. А если не будет сильных дождей, то к концу июня все будет сделано. Дно бассейна частично выложат плиткой с глянцевой поверхностью, другая часть бассейна будет выложена матовой плиткой. Покрытие идет даже не двух, а трех видов. Есть коричневый гранит по краям ступенек, другим видом покрывается сама площадь, а третьим видом выложат бассейн, в нем будет глянцевое покрытие. Оно необходимо, чтобы легче можно было ощущать бассейн от осевшей цветочной пыльцы, пыли и песка. Строительные работы на долго проектированной площади ведет акционерное общество Остас Целдмекс. Фонтан под названием Кит является весьма сложным для них заданием. С Италии сейчас доставляют трубы специально нержавеющей стали. Пробную мачту установим где-то в начале июля. И в июле, и в начале августа уже установят настоящую мачту. Это очень большой эксперимент и вызов, потому что нигде еще в Латвии и в мире таких не устанавливали, потому что там есть и вода, и освещение, и туман. Я не могу прогнозировать, когда мы сдадим объект. Мы планируем сейчас это сделать в августе. И так как это большой вызов, как я уже упоминал, потому что там разные процессы регулирования. Там вода будет падать с высоты 20 метров. И нужно учитывать направление ветра, чтобы большая площадь не была залита водой. Поэтому система очень сложная. Там и свет, и регулировка. Там будет 17 тысяч окошек, из которых будет идти свет, а также около тысячи отверстий для воды. Поэтому, если брать все вместе, это очень серьезная работа. В долю мачты будут идти ледовские лампочки с желтым светом. И в мачтах будут эти 17 тысяч окошек, из которых будет исходить свет. Такая была задумка у немецкого архитектора. И я думаю, что идея очень хорошая. Теперь надо реализовать это в жизнь.